Импортозамещаться можно, и можно в больших количествах, и делать достаточно серьезную технику, которую мы раньше, собственно говоря, только мечтать о ней могли. Сегодня открылось огромное окно возможностей по вопросам импортозамещения с уходом всемирно известных брендов. И мы сейчас эту возможность пробуем использовать. Вот как раз наглядным тому примером является пассивный комплекс, который будет в сегменте Джон Дира и Барго. И испытания, надо сказать, получились удачными. И продукт готов, и он созревший, поэтому это один из таких опытов и точек роста. Которые, скажем так, могут выступить драйверами в развитии Алтайского края. Динамика есть, динамика положительная, и ряд предприятий показывают это, в том числе там Рубцовская, РЗЗ, компания Агроцентр. То есть мы также растем, и растем причем серьезными темпами. Год от года зависимость снижается, ведь и мы же тоже внутри компании импортозамещаемся. Да, конечно, до определенного предела экономической целесообразности. Кроме того, появляется ряд компаний в России, которые начинают производить компоненты. Это тоже мы видим. Вот если взять, например, пассивный комплекс, который мы сделали, то из покупного там, по большому счету, прикатывающие колеса, диски, улавливающие колеса, ну и сами большие колеса. Хотя их тоже при желании можно вполне себе заместить. И я бы сказал, что уровень локализации последнего нашего продукта это, ну, 90, даже, наверное, позову 95%. То есть мы эти вещи научились делать. Да, есть критические компоненты, которые мы вынуждены импортировать из-за границы. Пока, слава богу, у нас Китай в этом отношении выручает. Но и там есть определенные сдвиги. Сдвиги положительные. Поэтому, скажем так, уровень импортозамещения или уровень зависимости от импорта, он у нас снижается. Ну вот на сегодняшний день мы представлены в 63 регионах России. В Казахстан мы давно уже поставляем технику. Сегодня у нас как раз здесь представители из Монголии есть. Мы сегодня подписываем контракт на поставку оборудования. Также у нас есть уже мы близки к заключению контракта с поставкой в Белоруссию и в Евросоюз. В Евросоюз буквально планируется поездка в июле. Если все у нас хорошо, мы уже должны заключиться и тоже будем поставлять туда оборудование. То есть, конечно, это не те объемы, которые были до последних событий. Но тренд, опять же, положительный. И там очень много лояльных клиентов к нам. Не вся, оказывается, Европа и не вся Соединенные Штаты так думают, как предсказывают им средства массовой информации. Очень много лояльных, на самом деле, клиентов и людей находятся и там. Они готовы покупать нашу продукцию, конечно, преодолев барьеры с вопросами поставки и с вопросами оплаты. Вот это единственные такие сложности, которые сегодня беспокоят. Как оцениваете День поля в этом году? Можно ли сравнить, насколько изменилось количество участников, количество техники, которые представляют ваши коллеги? И вы, если сравнивать с предыдущими годами, до всех известных событий? День поля, надо сказать, к слову, растет. И растет год от года нереальными темпами. То есть он становится все крупнее и крупнее и в количестве экспонентов, и в посещении. В этом году стоит отметить, что огромное количество приезжих делегаций было. Например, только к нам приехала делегация более чем из 10 регионов России. Это и Саратов, и Тамбов, ребята из Калининграда и так далее. То есть выставка набирает обороты. И, наверное, уже, я бы сказал, это, скажем, деловое мероприятие и площадка для обмена не только контактами, но уже и заключение договоров, уже, скажем так, финального выбора. И она приобрела масштаб уже даже не сибирская. Это уже всероссийская выставка. Причем, ну, сопоставимый, наверное, с Югагра уже. Или с Золотой Нивой, с той же, которая в Краснодаре проходит. Продолжение следует...